Традиционная районная конференция старшеклассников снова собрала школьников, которые являются гордостью своих учебных заведений. Это лидеры общественных объединений, участники творческих и спортивных состязаний, а также лучшие из лучших на учебе. Это радостно, но когда говорят, что ты победил в Олимпиаде или хотя бы занял призовое место, вспоминаешь все то, как ты готовился, усердно готовился, как ты и желал занять это призовое место. И для тебя это невразимой радостью становится, что ты все-таки добился того, чего хотел. 17 учащихся стали неоднократными победителями в районных Олимпиадах. Двое вышли на региональный и всероссийский уровень, а всего 60 ребятам были вручены дипломы за высокие результаты в учебе. Вместе с ними радовались и их наставники, получившие также заслуженные награды. Наши дети нас радуют с каждым днем, с каждым годом, и умных детей становится все больше и больше. Но это огромная гордость, во-первых, за самого ученика, за свою школу. Хочется, чтобы наши дети почувствовали свою значимость, хочется, чтобы они были востребованы в будущем. Мне кажется, главное качество у победителя Олимпиады должно быть упорство, именно желание победить. Ведь без этих качеств, как мне кажется, никто не сможет достичь высот. Акции «Экологический» и «За здоровый образ жизни», волонтерское движение, разработка социальных проектов «Молодежь родному краю». По словам старшеклассников, активное участие во всем этом для многих становится стилем жизни. И показательно, что в этот день 35 юношей и девушек получили награды за активную гражданскую позицию. Но самым торжественным моментом конференции, которого ждали с нетерпением, стало объявление победителей конкурса «Лучший ученик». А в этом году их два. Лидером среди девятиклассников стал Дмитрий Муравьев из Заволжской школы номер 19. Среди одиннадцатиклассников Юлия Крутого из школы номер 17. Я закончила художественную школу, занимаюсь профессиональным вокалом, танцами, очень люблю читать стихи, увлекаюсь литературой. Основное время я трачу на развитие, на саморазвитие, а учебой, именно школьными предметами, подготовке домашнего задания я отвожу ночное время суток. «Плохая и молодежь – это абсолютно несовместимые понятия. Если говорить о молодежи сегодняшнего дня, сравнивая с тем, какими мы были когда-то, это более инициативное, более творческое и более мобильное. Это те ребята, которые из той категории, которым нужно все и сразу. То есть они спортивные, они ведут здоровый образ жизни. И эти же ребята готовы быть волонтерами, то есть дарить свою любовь, свое внимание тем, кто в этом нуждается». В этот день ребятам было сказано много добрых и напутственных слов, главное из которых – не останавливаться на достигнутом и продолжать наполнять свою жизнь важными открытиями и победами. Итак. Спасибо за просмотр!